Парашат Итро, день и глава, где происходит самое большое событие в течение истории человечества, в истории всего иерусского народа, события, которые больше, чем выходить из Египта, больше, чем раскрытие моря. Парашат Итро рассказывается о самом большом событии, а именно о даровании Торы. Без никаких сомнений, с какой стороны вы бы не посмотрели бы, это самое большое историческое событие, которое произошло когда-либо, когда Творец этого мира проявляется самим избранным народом, еврейскому народу, и говорит с ними первые две заповеди из десять заповедей. События, где мы, весь еврейский народ, весь народ, не то, что один человек, или группа людей, или часть народа видели, весь еврейский народ, все дети авраамецов Якова, которые вышли из Египта, удостоились увидеть, как Машир Абейну общается с Творством этого мира. Увидев это, конечно же, мы уже осознали и поняли то, что в действительности, все то, что Машир Абейну до этого с нами делал, все чудеса, раскрытие моря, десять казней, дальнейшие чудеса и дальнейшие вещи, которые Машир Абейну скажет нам, это все от Творца этого мира. И на этом, как мы же неоднократно сказали, это базис всего, всей абсолютно нашей веры. Все наши веры. Мы не верим в каких-то чудесах, чудеса, возможно, тоже, что происходили через нехорошие силы. А то, что мы видели нашими глазами, как Рамбам это рассказывает и говорит нам «Эль ненура увелозар». Наши глаза видели это событие, но не кто-то другой. Мы видели, как Творец с нами разговаривает и дает нам Тору. И не какой-то рассказ. Наши праотцы стояли там. Следующий фактор, который поколением-поколением передается от отца к сыну, от учителя, своему ученику. И эта передача, которой уже как 333 года никак не прекратилась, и она тоже никогда не будет прекращаться. И событие, которое, дорогие друзья, Творец обещает нас, такое событие даже в рассказах, даже в каких-то выдумках, что какой-то народ, похоже что-то на это, рассказал бы этого никогда не будет. Обещание Творца. И до сегодняшнего дня человечество могут выдумать тысячами разной религии, выдумать разные истории, но такое, похоже что-то обещает нам Творец уже. То, что никогда, никогда не повторится. И это и есть до сегодняшнего дня. Как мы стояли, и колод, и враги, и голоса, голоса шофара, голоса, которые поднимались и больше и больше ходили. Но сколько-то, что души еврейские поднимались, и я же до такого момента, что они умирали, и Творец должен был бы привести обратно их, спускать их души обратно. Собитие, где весь народ, весь народ рожал от этого гигантского собития. И это событие, дорогие друзья, происходит в Парашат Итро. Это недельная глава, которую мы прочитаем с Божьей помощью на этой неделе. Парашат Итро. Итро. Эта недельная глава называется под именем человека Итро. который являлся тестем Машира Бэйну. И наши мудрецы, Балатурим, приводят от своего отца, Роша, то, что если мы возьмем слово Итро, мы увидим то, что это такое же число, такое же гематрия, так как Ха-ТО-РА. Тора. В начале с буквой Гэй Ха, это именно вот это Тора. Ха-Тора. Значит, с обозначением, с каким смыслом, объясняет нам Балатурим, то, что Шегая комэр ля Аводазара, что Итро, который являлся, который являлся священником, или главным в Аводазаре, убалит каэр ля Кабэла Тора. Пришел он и принял еврейство, сделал гиур, и получил Тору. Что получить именно Тору? И это, в принципе, тот первый вещь, который тут Балатурим говорит нам, то, что слово вообще самое Итро, что, в принципе, тут значит. Сейчас хороший вопрос заключается в том, то, что является ли глава недели, которую мы, мудрецы, как бы это, в принципе, назвали, ни глава именно, ни название именно самой пяти книжей, в Моисея разные книги, «Берешечмо, твоя игра» и так далее, а именно главы, если у них какой-то смысл, само значение, все именно главы, самого этого Пороши, это нужно посмотреть. Мудрецах, может быть, они пишут какие-то объяснения к этому. Но хотелось бы посмотреть, может быть, об этом человеке, который вначале, это не день главы, где речь идет о дарывании Торы, Торы рассказывает об этом человеке Итру, кто он был, и какие вещи мы можем, на самом деле, научиться, и, может быть, может быть, постараться давать, может быть, какой-то параллель к тому, что, в принципе, какой-то смысл, может быть, почему, может быть, в этой неделе главы, в принципе, рассказывается о нем. О нем, почему она рассказывается. Начнем с того, то, что понять, кто, в принципе, являлся Итру. Итру, дорогие друзья, это человек, который, начали мудрецы, рассказывает в Мехиль там, то, что он был Коэном, в принципе, то же самое, как Тора пишет там, прямым текстом, и услышал Итру, Коэн Мидиана, который священником, который был самый главный, Коэн, это был самый священный человек в Мидиане, который был текстом Ушербе. Итру, он не был простым человеком, он был Коэном, а вот Азары. Есть мнение Мидрошам Ихилта, которое говорится, что он был министром. И Раши добавляет к этому, и говорит, и приводит опять так, к нашим мудрецов, то, что Итру, на самом деле, дорогие друзья, он сидел в бихвадоше олам, он сидел в уважении этого мира, в самом пике как бы всего, можно сказать, элиты, или того, как бы великие уважения, великие, скажем так, важности и места, в этом именно был Итру, в таком великом именно месте был Итру. И приходит этот человек и хочет принять еврейство. Наши мудрецы рассказывают, то, что когда Паро решил или пришел у него мысль делать зло еврейскому народу и он не знал, советовался со своими советчиками, что делать еврейским народом, то там были трое людей, советчики Паро. Паро это тот цивилизация, тот королевство, который, дорогие друзья, это был самый-самый мощный того времени. Паро, фараон, Египет, это было величие, это была мощь, это была невероятно большая страна. И один из трех людей, дорогие друзья, это был Итру, это был Билам, это был Иов, это был Итру. Билам посоветовал убивать действительно еврейский народ. Иов помолчал, замолчал, и Итру взял и убежал, ничего не хотел отвечать. мы видим, в том же моменте мы задаемся себе вопросом, почему? Что он нашел в нас такого особенного? Скажем так, что он увидел эти великие события, которые были действительно при выходе из Египта и так далее, разве что другие не видели, разве что другие не слышали, он был единственным, единственный человек, представляет, и Тора об этом рассказывает. И в конце, когда еврейский народ заходит в Израиле, там есть женщина в Сафер Йошуа, которая тоже принимает еврейство, но мы не находим то, что толпами людей пришли, хотели принять еврейство, и что такое-то, нет, единицы, единицы, единицы. И здесь Тора рассказывает нам сразу же после выхода из Египта про приходи Итро, чтобы он принял еврейство. Нужно задуматься, нужно понять, покопаться чуть-чуть в глубине, посмотреть, что на самом деле скрывается за этим. Этот вопрос, не мой вопрос, это вопрос наших мудрецов. Это вопрос наших мудрецов в Михилта, Митрэше. Я не задаю этот вопрос. Известный вопрос Машмуаша молба. Что он услышал? Такого-то, что Итро приходит и хочет принять еврейство, он хочет принять иудаизм. Потому что Тора говорит нам Ваишма-Итро и услышал Итро коэн-ми-диан-хотэ-Моше эт-кол все вещи, которые делал Творец Моше еврейскому народу, что он вывал еврейский народ из Египта. Это то, что он услышал. И задается вопрос, услышал? Значит, если написано в конце, что Творец вывал еврейский народ из Египта, в начале значит, то, что говорится Ваишма-Итро, значит, он что-то дополнительное, что услышал. Причина, чего являлся его приход как бы еврейства. Говорит нам сразу же Раши от имени Мехилты Криат-ям-суф умельхемет Амалек. Что услышал Итро хочет знать? Он услышал раскрытие моря и война с Амалеками. Заметьте, не то, что еврейский народ выиграл над Амалеками, а именно война с Амалеками и еще раскрытие моря. Это то, что он услышал. Он услышал об этих событиях и сразу же приходит и выйдет действительно про хорошее напряжение на еврейство. И написано дальше то, что Итро берет как бы цепор уже на Моши Рабейнове и двоих детей Кершон и Эльезер. И он приходит как бы перед Моши в пустыне и посылает как бы Моши на посланнику то, что приходи, пожалуйста, я пришел сейчас, если ты не приходишь, хочешь приходить и встречать с меня, приходи ради твоей жены или же ради твоих детей. И тут мы видим невероятную вещь, дорогие друзья, то, что рассказывает нам Тора рассказывает нам мудрецы здесь, когда Моши Рабейну вышел, это не было то, что Моши Рабейну один. Моши Рабейна, дорогие друзья, он не только то, что был вождем, он был королем еврейского народа. И выходит, король, Бойецеу говорит нам сразу же Раши, Кавод, Гадон, Итхабед, Итро. В этот момент, когда Итро приходит к еврейскому народу, он получает невероятно большое уважение. Был то, в этот момент, кейваши отца Моши, когда Моши Рабейну вышел, и отца Агарон надави Авиху, с Моши Рабейну вышли, кто? Тоже Агарон брат Моши Рабейну, и дети Агарона надави Авиху, которая у них была очень большой должности. Были ли люди, которые увидели это все, и они не вышли? Народ, представляем себе, видит Моши Рабейну и выходит в пустыне, и Агарон за ним, и надави Авиху. Люди выходят и спрашивают, куда вы, что вы? И представляете, если Моши Рабейну Агарон, надави Авиху выходят, весь народ пошли тоже за ними. Весь народ встречает Итро. Представляем себе? Народ встречает весь народ Моши, Агарон, надави Авиху, и народ идет тоже за ними, чтобы встречать Итро. И дальше рассказывается и рассказывает Моши Рабейну своему тесте все вещи, которые творят дел Парону и Египту, все вещи, которые произошли в все время, и все вещи, которые происходили у них как бы в дороге обратно. То есть, нужно понять, это же вещи мы уже сказали, в начале Тора уже сказал, что Итро уже услышал об этих вещах, но Моши Рабейну опять рассказывает ему. Нужно понять, что это значит. Что с ним произошло и он обрадовался или же ему говорится о том, что мурашки пошли по телу из-за страха увидел, что произошло с египтянами. Говорится о том, что Геру нельзя напоминать о его прошлом даже в 10 поколении. То, что он как бы зачувствовался это, как Митраш именно говорит об этом как бы народ египетский, то, что как именно попали как бы в море и так далее, то, что как бы с ним произошло. И все доброду, которые творец делал с ним, а именно Ман, и Бер Мирям, и Тора, и все вещи, которые именно творец, как спас еврейский народ и всех вещей. И как творец вытащил вообще еврейский народ именно из Египта. Говорится Зоря, дорогие друзья, то, что он посоветовал Параону, по его советам он настолько заколдовал еврейский народ, то, что в духовных мирах он такое колдовство сделал, говорится, то, что он завязал еврейский народ на веки веков, на такой именно связи, что еврейский народ никогда не был в состоянии выйти из Египта. Никогда. Можете себе представить? Никогда не может этот народ выйти из Египта. Увидев Параону, увидев Итрую эту вещь, и он знал этих вещей, он был там, и он знал, что там происходит, он знал, как бы, что хотел Параону, и все высшие и если он видит, как бы, еврейский народ выходит, он видит выход из Египта, этот народ, который ни один раб не выходил из Египта, и вы, народ целый, вышел из Египта. Вау! Сила Творца. И смотрите, что говорит Итру. Благословлен Творец, сказал Итру, который спас вас от Египтян и от руки Параону. Ашерициле Таам и Тахадед Митсраем, который спас народ из руким египетским. Невероятно, говорит? Параон, Итру. Да? От тяжелого имена народа, от короля, который был тяжелым. Да? И еще добавляет, от Тая Даты, сейчас я услышал, сейчас я понял, я узнал, я осознавал, сейчас я понял, ки Гадо Лаше Миколе Луким, Велик Творец из всех богов, ки Бадавара сейчас задуал их им. Из-за то вещи, которые они дали мне вам на это зло, то, что мера за меру неком бы попадался. на те вещи, которые они хотели вам делать зло, как творец мира за меру их им не отомстил. И приводит потом Итру, Хотель Мишей, Корбанод, как бы, жертвоприношение и так далее. И потом, как мы знаем, уже есть именно рассказ с советами, как Итру, как вы советуете Мишей Робеню. Давайте возвращаемся сейчас обратно в начале всего этого и чуть-чуть зайдем к глубине. Итру услышал о двух вещах. Это была причина всего прихода. Про Амалек, то, что, как мы знаем, в конце прошел Бешалах, как Амалекитяне приходят и они воюют с еврейским народом. И, как говорится, опять-таки, в Зоре написано, что пусть не будет, чтоб ты не думал, что это была маленькая именно война с Амалеками. Это была война, которая была хуже, что даже Гогу Магог не сравниться с этим войной, которая была с Амалеками. Это была ужасная война и чрезмерно опасная война, дорогие друзья. И Итру, услышав этих вещей, и еще раскрытие моря приходит к еврейскому народу. В чем? Какой урок, в принципе, взял Итру от всего этого? И почему именно он на самом деле взял эти уроки? Начнем с того, то, что мудрецы говорят, Итру это был человек, который перепробовал все идолы в этом мире. У всех идолов перепробовал. До такого момента, то, что он уже понял, то, что они все нет у них истинности, нет у них ничего правдивости, невозможно. И он перестал заниматься этими делами настолько, что люди уже поняли и его скажем так, отдалили от коинства, то, что он больше не будет коинствовать в Аводозаре. Это человек, который постоянно идет и ищет как бы кого, кто, действительно, сила, какая сила, кто управляет всем абсолютно здесь. И этот человек, который в поисках истины, он ищет истину. И он делает этого Аводозаре, этого Аводозаре, этого Аводозаре. Увидев эти две события, он возвращается к еврейскому народу и он говорит, сейчас я понял, что есть единственный Бог, одна единственная сила в этом мире, которая управляет абсолютно всем. Но именно эти две вещи, война с Амалеками и с раскрытием моря. В чем смысл всех этих дух именно вещей? Хатамсофер дает нам невероятно большую глубину во всем это как бы недельной голове понять приход в принципе и трог евреиству, что он на самом деле увидел и как он на самом деле все это понял. Говорит нам Хатамсофер то, что настолько это невероятно задуматься на следующую вещь. Творец показывает тебе и раскрывает свой как бы мощь, свою невероятно большую силу здесь, то, что раскрывает море для своих избранных детей еврейского народа. у него есть такая сила, как мы уже в прошлой неделе сказали 10 чудес, которые происходили в проискрытии моря и наказание, которые весь египетский народ получил на море. И Творец он такой сильный, что он может пойти против натуры, он может поломать законы натуры, он может поломать законы, когда вода идет по определенным направлением и он может остановить, и не только остановить, создавать внутри, как мы сказали, щели и щели, чтобы 12 колен зашли и все эти чудеса, которые там происходили, это Творец, это есть Господь, который владеет натурой и он может остановить все. Но с другой стороны, когда приходит Амалек, если сложность для Творца остановить Амалека, нет обстракан какой сложности. Приходит Амалек, народ, который хочет воевать против еврейского народа, а именно не с нами лично, физически, а он хочет воевать с идеологией и с той образ жизни, то, что мы носим в этом мире, а именно царствование Творца, единственного Творца в этом мире, против него есть, у него на самом деле война, до сегодняшнего дня, пока Амалек живет, написано в Творе, трон Творца здесь, в этом мире, он не полноценный, Мельхамай, Малакеми, Дурдор, каждое поколение есть, все время войны против Шема он именно воюет. И Творец не останавливает Амалек, значит, показав этот момент, Итру понял следующий момент, значит, посмотри на это, настолько велика свобода выбора человека, если Творец, который может остановить все законы этой природы, ему что, тяжело остановить Амалек, взял какой-то там, не знаю, ураган, выкинул бы их куда-то, в чем проблема, но нет, Творец не останавливает, потому что есть свобода выбора у каждого человека, есть свобода выбора у каждого человека, и когда Итру выдев это, Творец не останавливает Амалек, они приходят воюют против их же детей, которые сейчас только же делают такие чудеса, он понял, что настолько сильно есть на самом деле свобода выбора, то же человек может выбрать на самом деле зло в этом мире. И творить его не мешает. И это настолько тяжело, даже так выражается, не дай Бог понять, что для творчества ничего не тяжело, но он не будет ломать законы природы, чтобы не ломать свободу выбора человека. Аналогично мы видим то, что говорит Итро. Он увидел все вещи, которые происходили с фараоном в Египте. Что? В прошлом году, да, дорогие друзья, урок про свободу выбора, которое было у фараона. Говорит Рамба, то, что после трех раз, когда человек осуществляет свое сердце, сам себе осуществляет, делает жестоким в своем сердце, творец потом не дает ему силы раскаиваться. Это мы видим у фараона, то, что только после пяти наказаний, которые творец сделал на него, написано, что творец ожесточил его сердце. До этого двое мы уже объяснили, что это не было в числе этого. И три из них, три первых, именно из этих пять первых наказаний, в трех случаях, он сам ожесточил свое сердце. И поскольку он ожесточил, только после этого творец говорит, а, ты сейчас ожесточил свое сердце, я сейчас приведу все остальные наказания, которые есть. Но в принципе, все чудеса, которые творец хотел делать, которые хотел показать всех этих вещей, если был бы действительно реально то, что он бы отпустил бы, он бы отпустил бы. Желание человека, значит, решение человека, свободу выбора человека стоит настолько высоко, что даже против него даже не создается никаких кабибереров, сверхъестественных миловещений. Чествую, что для творца абсолютно все возможно, нет для него ничего невозможного. Увы, тебе эта вещь понимает Итро. Вау! Он останавливает свободу, реально останавливает море, останавливает, делает такие чудеса, идет против всех натур, и у него такая сила. Но против свободы выбора человека нет. Человек может грешить? Да, он может грешить. Пожалуйста. Есть это? И это был один из самых первых моментов, где папа и понял то, что да, есть возможность измениться. Я уже это переводил, он уже на наш язык, да, чтобы понять эту вещь настолько сильно свободу выбора для человека, настолько сильная как бы свободу выбора человека, что можно выбрать и то, и то. Значит, сейчас переведя сейчас эти слова в жизни Итро, поняв то, что на самом деле, как творец управляет этим миром, и что на самом деле истинно в этом мире, даже он в своем именно реальности, конечно же, он понимает, что есть свобода выбора в этом мире, и он может выбрать именно доброту, нет? Он может понять сейчас, да, можно сейчас выбрать именно доброту. Если при выборе зла творец ничего не мешается, и он дает человеку пойти, он дает Пару пойти делать свои желания, и он дает Амалеку делать свои желания, он не вмешивается в этом, то наоборот, что будет? Да? Это один из великих вещей, то, что Пар и Тро осознает здесь, то, что он осознает именно вот этот момент. Теперь, можно задать тебе вопрос, Беседер понимает величие Творца, как он управляет на самом деле этот мир, что это свобода выбора, и какой он мощный на самом деле, то, что можно создавать на самом деле, он даже против натуры делает именно этих вещей. И это именно тот связь между раскрытием моря и с Амалеком. Но все-таки это еще недостаточно понять, почему сейчас он должен именно прийти к еврейству, и почему он не приходит вообще к Мушарабейну? Почему он не может оставаться у себя? В чем причина, что он должен именно оставаться у себя? Опять-таки, дорогие друзья, Хатам Софер говорит нам здесь невероятно большое объяснение. Говорит нам Хатам Софер, то, что почему Итро? Что увидел на самом деле Итро в этих двух именно событиях? Еврейский народ выходит из Египта, и египтяне, они попадаются в море. Они наказываются как бы в море. И потом, когда мы уже задали вопрос, когда мы прочитали, тут из Псуки, Мушарабейну, когда он приходит, Мушарабейну ему рассказывает опять-таки о всех чудесах, которые происходят, говорит, в Египте и при раскрытии моря, то, что было. Но это он уже знает. И что мы знали, раскрытие моря, дорогие друзья, было известно всем. Итро не был единственным человеком, которые к нему пришли и рассказали об этой истории. Написано прямым текстом, мы в прошлой неделе в главе прочитали, то, что увидели народы, и задрожались, они поняли, они все знали об этом. Воды раскрылись везде. Это было известным фактором для всех. Но Итро единственное, которое приходит. Смотрите, как объясняет нам Хатам Софер. Говорит Хатам Софер, Итро, увидев, рука Творца в этом мире. Он увидел, как в действительности путь тех людей, которые выбирают истинный путь Творца. Он увидел, то, что из-за боли, которая была у еврейского народа в Египте, в конце концов, как заканчивается этот боль, в конце концов заканчивается этот боль, с большим спасением и с большим возвещением еврейского народа. Он увидел то, что наши мудрецы говорят, то, что цадыки, праведники, в начале их жизни это сложные, это сложные именно дороги, которые должны пройти, это тяжелое изучение Торы, это пройти через многие испытания, это побороть сам собой, побороть свою яйцарару, это нелегкий путь, который они проходят в начале. Но в конце у них есть шалом, шалва, шекет, у них есть мир, у них есть все приходит в конце, у них все говорит шалом и уважение, и все абсолютно приходит как бы в конце. И это мы находим до сегодняшнего дня, дорогие друзья. Один из примеров, который мы можем посмотреть, это работа Иосифа Захуна Левраха. Работа Иосифа в своей молодости. Он прожил нелегкую молодость, они выжили в невероятно большом бедности. Бедность, которой рассказывали дети, то, что у них в течение недели не было мяса, у них была курица, только на шаббат. И причем в этом, как бы, курица, что они делали? Раба Итмаргали делала суп с одним куском мяса из курицы, и этот кусок мяса доставался Раба Иосифа Захуна Левраха. И все дети доставались курицы, это было их мясо в течение недели. А Муцай Шаббат, они всегда, кто так всегда приходил, с кульком хлеба ставили у них на двери. Это как выросли эти великие-великие направленники, их дети до сегодняшнего дня, Раба Ним, Дая Ним, Гду Лейм Батура, Гду Ле Адор. Раби Циркесов, его сын, сейчас стал продолжателем его дороги, невероятно. Такой нахас иметься детей. И что, в начале эта сложность? В начале всей дороги, когда Раба Иосиф писал книги, люди, мамаш, ему такие проблемы делали, люди ненавидели его. Раба Иосиф писал против законов, не против, а спорил, как бы в Аллахе, это такой путь Торы, против Бенишхай, который в суверенском мире это было невероятно. Как ты можешь спорить с Бенишхай? Это же невозможно с ним спорить. Пока его расширщивот говорили, ты можешь сделать, если у тебя есть доказательства, так есть путь Торы. И люди делали настолько много проблем. И в конце концов, Творец возвысил его, стал мамаш вождем еврейского народа. Вождем еврейского народа. Это путь, который в праведниках видим. И это не только в серебрячих праведниках, в каждом из нас посмотрим лично, в каждом есть определенные испытания, которые мы пойдем за истиной. Вначале это боли, но в конце концов приходит самое большое именно истинное и доброе, и сладкое именно времена. Это то, что увидел Итро. Итро говорит, страдания еврейского народа в конце оцениваются чем? возвышением, спасением. Приходит Итро, увидит, что с еврейским народом происходит, то, что они удостоились таких великих вещей. Значит, это есть тот путь, как Творец управляет этот мир, человек, который ходит по путям Творца. увидев эту вещь, решил Итро, я тоже пойду по этим путям. Не только то, что я понял только, что есть единственная сила в этом мире, не только то, что я понял, что есть единственный Творец и все остальные боги, они, не стоит как бы их служить. А Итро понимает, это есть истина, а это истина, походив, хотя именно по этой дороге, сейчас сложности есть в начале. И Итро понимает, что я теряю. Я теряю, я когень, я сар, и я сижу именно в пике мира. Он вышел из топ-топ-топ, чтобы топ. Он знает, что он теряет, куда он идет в пустыне. Пустыня идет, где еврейский народ получает Тору. Идет и принимает на себя, я знаю, будет сложности. Я знаю, что будет сложности. Но, извините, в конце концов, я знаю, то, что этот путь, этот путь истинный. Но истина, дорогие друзья, не проявляется в том, что сейчас будет хорошо. Сейчас истинный путь, человек, который идет по путям истины, сейчас, может быть, будет не совсем легкие вещи, сейчас будет испытание, но, как говорится, смеется, кто последним смеется. Что это значит? В конце кто будет в выигрыше? В конце идет, маратон, который бегает, кто сейчас, сейчас, может быть, в начале, кто в конце, но кто в конце выигрывает? Это есть тот путь истины, который Итру осознал здесь. Если я пойду по этому пути, я буду в конце концов выигрышем. И не только то, что выигрыш, это есть тот истинный путь, который я сейчас осознаю, это тот эмет, который я искал всегда. Но этот эмет, сейчас, дает в начале, может быть, какие-то сложности, но в конце концов, будет только выигрыш и только выигрыш. Но что Итру не понял? То, что Мошарабену ему рассказал. Мошарабену рассказывает его про Египет, про чудеса. Он уже знает, он уже понял, он уже осознал. Итру говорит, я, я весь жизнь искал это, сейчас я увидел, он есть единственная сила, сила, которая была в состоянии вытасить вас из Египта против всех этих невероятных больших кодловствов. Значит, это сила из выше, выше, выше поруха шеем. Как он выражается, дорогие друзья? Благословлен Творец, который вас вывел из Египта и Цили спас вас от Египта, и это тоже, видишь, который невероятным был. Сейчас я понял, что он велик Творец и всех богов, которые есть в этом мире. Он, который знает всех сил и всех возможностей, а водозары в этом мире, он осознает, то, что есть одна единственная сила, он выше, чем все силы, абсолютно, которые есть в этом мире. И что он говорит? Кибадаварашизаду алихим, что Творец, он отдает мера за миром и над людям. Откуда, как я понял, говорит это? Как я понял, на самом деле, то, что Творец, он выше, чем все абсолютно силы. Потому что он осознает в следующий момент вопрос, который все задают. Египтяне, они были наказаны на 400 лет. Еврейский народ уже, в принципе, должны были, в принципе, служить, уже должны были быть в рабстве, так как Ашам обещал уже Аврама Вейну. Но, дорогие друзья, Итру осознал, то, что, да, еврейский народ должен был быть в рабстве. Известен нам ответ всем, почему действительно еврейские, египтяне были наказаны. Потому что, одно дело, когда есть рабство, а другое дело, тогда, когда, это уже не рабство, а именно делать против желания, Ашама против делать вещи, которые не в рамках как бы нормального. за те экстра ненормальные поведения, которые, и брутальность, которую они проявили против еврейского народа, за это были они наказаны. Теперь, кто может на самом деле злать замысли человека, который против всех этих замыслей делает мера за меру этому человеку? Только тот, кто знает, что происходит в замыслях у человека. это только творец. Кто знал на самом деле, говорит Итру, кто мог бы знать, что на самом деле творилось в голове у египтян и в голове у фараона, что он хотел. И кроме этого, добавим к этому, что Итру на самом деле был там при этом совете. И я не знаю, что там было, да, но кроме этого, что все эти проявления, которые он видит, он видит, что на самом деле хотели они и как творец на самом деле их наказывает. И говорит, вау, это не может быть просто такая сила простая. Ты видишь, кто на самом деле это все делает. Это самый большой, говорит, творец, который выше, чем все абсолютно другие боги. Боги, что это значит? Это значит духовные силы, ангелы и так далее. Никто не был в состоянии на самом деле этого знать. Мера за меру, что было замысляться у фараона, это, говорит, только творец. И это то, что выйдет Итру. Но Моширобену все-таки ему что-то рассказывает. Что ему рассказывает Моширобену? Он говорит, я видел всех этих вещей. То, что творец именно так делает и так далее. Но Моширобену все-таки ему что-то рассказывает. Моширобену рассказывает Итру, дорогие друзья. говорит ему не только то, что творец дает праведникам свои заслуги и человек, который идет по путям истины, он только в конце будет на выигрыше. Сейчас, может быть, ты не понимаешь это. В конце у него будет выигрыш. Не только этот объясни Моширобену Итру. То, что ты видел, то, что хорошая жизнь злодея, а именно Паро в этом случае, его величие, его все, то, что было ему дано, это было дано для того, чтобы в конце концов привести ему к этому беду, который на самом деле пришел на него. Та беда, которая пришла, это все возвещение было, чтобы чрезмерно сильно потом упасть. Это и есть то отправление, как творец именно управляет. это тот вещь, мы видим кого? Хамана, то же самое вещь. Творец возвещает, возвещает, возвещает до такого момента, о, человек уже министр, человек уже второй человек после Ахашвироша, велик, чьи, все, может, хочет, чтобы у вас есть весь народ, весь еврейский народ, детей, мальчиков, девочек, всех, все с еврейского народа, не дай Бог, уничтожать. Возвещает, Ашем, возвещает, возвещает, и как говорит нам царь Соломон, богатство, которое сохранено для хозяина, для ихнего же зла, в конце концов. Если иногда, не дай Бог, богатство, которое, не дай Бог, человек в конце концов будет служить, как зло, в конце концов, для него, это же пойдет против него. говорит, Моше Рабейну, ты увидел одну сторону, одну сторону, то, что праведники, они получают, что в конце только их радость и их выигрыш и истинность, на самом деле, решение по истинным именно пути в конце именно дается настоящим праведным фруктом и дается потом уважение, величие и все. И только этот, наоборот, то же самое. То возвещение, которое ты видишь сейчас злодеев, это для того, чтобы в конце их наказать. все то же самое, только все наоборот. И это то, что приходит и Итру осознает всех этих вещей. Осознает всех этих вещей, как на самом деле творец управляет и настолько правильный этот путь. Он находит настоящую истину в этом мире и готов пойти с еврейским народом и пойти на сложности. Пойти на сложности. Но что? Итру на самом деле объясняет на самом деле тут Хатам Софра очень интересное объяснение тоже. Говорится, то что Итру, он был один из советчиков, как мы уже сказали, у фараона. Говорится, что несмотря на то, что Итру, он не советовал ничего плохого. Ничего плохого не советовал. Он просто ушел. но говорится в наших мудрецах, то что тот факт, что человек находится среди злодеев, даже там сейчас идет разговор о том, что он будет в конце концов иметь какой-то часть их наказания. Итру, осознав истину в этом мире, какой путь есть на самом деле истины в этом мире, он понял, что ему нужно мера за меру сейчас давать еврейскому народу хороший совет. Откуда? Из раскрытия моря. Раскрытие моря это было что? Мера за меру доказываются все. Мера за меру, как мы уже в прошлой неделе сказали. Египтяне получают все мера за меру, то, что они хотели. Один в один. Все один в один получают то, что они хотели, мера за меру, ахни, и не получили. Как раньше выражается в том кастрюле, который они сварили, они сами сварили себе. То, что они хотели, то, что они сами себе сварились. Он понял, что им не нужно сейчас давать хороший совет, чтобы я мог как-то исправить на самом деле свой грех. Но когда он услышал, что Амалек, они приходят целых 1400, приблизительно 1400 километров арбами от парса, 400 парса от они проходят, чтобы воевать еврейским народом, чтобы делать зло еврейскому народу. Так говорит Исфор, что? Тем более я. Они приходят, чтобы делать зло еврейскому народу. Они пришли, не они стояли там и хотели зло. Они пришли. Я, который хочу делать доброту, тем более, тем более, что я должен прийти к еврейскому народу, чтобы делать, приближаться к ним и давать им хороший совет, потому что я был в плохом совете, и мне нужно сейчас мера за меру, так как Творец показал, то, что значит управление Творца в этом мире, что? Мера за меру, он все управляет таким образом. Тогда мера за меру, если он злодей делал такой шаг, мне тоже нужно мера за меру пойти именно в... Куда? С еврейским родом. Куда? В пустыне, где нету ничего, потерять все уважение, потерять все министерство, все-все-все. Все только, чтобы пойти по истинной пути. И мы сейчас понимаем, дорогие друзья, почему Итро только был единственным человеком, который принял еврейство. Потому что он был в поисках истины. Он был постоянно в поисках истины. Человек, который в поисках истины. Мы сейчас осознаем то, что как Хатам Софер невероятно великолепным образом объяснил нам, что на самом деле происходило в голове именно Итро. Он видит Криат Ямсов, что он увидел? Вау! Правление есть высшей силы здесь. Творца в этом мире, который показывает нам свою силу, как он миро за миро наказывает. А извините, а другие народы не услышали? Что они видели? Они слышали то же самое. Он не был там, у него не было видео, которое насматривалось, а другие народы не видели этого. Он точно так же знал, как все. Но что? Он видит, он ищет истину. Подожди, что тут происходит? Тут происходит эта вещь. Он видит Амалек, и он берет себе урок и говорит, о, это истина. Это есть тот истина. Истина в чем? Что человек в конце концов, да, и злой, и этот, но в конце концов, человек, хотя по правильным пути, у него есть тот доброта, который в конце у него обещается. Осознав это все, теряя, оставляя абсолютно все, чтобы только чтобы приближаться именно к истине. И что в конце концов он получает? Приходит в пустыне, теряет все абсолютно и принимает такое великое уважение от Муша Рабейна. Дорогие друзья, не только этот. Говорят наши мудрецы. Из поколений, из детей и троп. Сидели беляшка тагазит. Они были судьями. Они были один из великих мудрецов еврейского народа. Можем себе представить? Человек, который был идолополковником. Человек, который был не евреем. Человек, который был... Один из его имен был... У него было семь имен. Один из его имен это был Пути-Эль. То, что он был мефатем Ецерарот, Аводазары. То, что он занимался Аводазары. И не только просто Аводазар, он был коином Аводазары. И он, поняв истину, если единственный Бог есть в этом мире, я должен всем приближаться. Это не только то, что этот месседж пришел сейчас. Это просто так. Если есть истина, это правда. Я ищу эту правду. Я иду и делаю эту правду. Я иду и приближаюсь. Эта правда, это то, что говорит Итруна. Невероятно. Невероятно, невероятно, дорогие друзья. И это то, что мы видим в других народах, потому что этого всего абсурдного не было. Все этого абсурда не было, потому что никто не искал истину. Все услышали все те же самые вещи. Все услышали все те же самые вещи. Но Итру... Услышал, ты понял, ты видел эту вещь. Как ты можешь насквозь пропускать, если это истина, нужно приближаться? Это дает нам, может быть, важный, может быть, урок вообще всего иудаизма. Говорится «Хотамушэла шэм эмэд». Печать Ашема в этом мире – это истина, это эмэд. Тора называется эмэд, истиной. Возьмем первые три слова в Торе. Берешит, Бара, Элуким. Последняя буква из Берешит, Тав. Последняя буква из слова Бара, Алев. Элуким, Мем. Эмэд. Тора – это эмэд. Тора – это эмэд. Это истина. Что такое истина? Истина не проявляется сейчас наяву. Не проявляется сейчас, что явно и ясно, что все должны соблюдать шаббат. Нет, это не ясно. Но когда ты посмотришь в глубине, ты осознаешь, что это правда и это истина. Приходит наказание, или приходит награда, или приходит что-то. Все управляется по правлению эмэд – истины. Осознает Маширобейн, Итро – что? Величие порой этот правление эмэд. Что такое эмэд? Его же возвышение. Его же, чтобы в конце концов его давать. Спуск большой. Большое нападение. Ты видишь вот садыки, ты видишь родственников, братьев, сестер, видишь еврейский народ, еврейский коллия, врехим, которые изучают Тору. Сидят целый день, ты понимаешь, в каком страдании они живут, ребоночер, Олам. Как они могут жить в коллия, врехим, в Израиле? Как они могут жить в Бнейбраке? Как они могут жить в Америке, в таких местах, где они мамаш? У них нету луксу жизни. Бехаритуа Това – в конце, в конце, в конце концов, это тот путь истинности. В конце концов, они есть именно в выигрыше. Человек соблюдает Шаббат. Что думали, что я сейчас что-то потерял? Человек делает истину сейчас, сейчас он делает истину. То, что правильно в этой жизни. Это тот мотор, который управляет его жизнью. Что я должен вести себя? Как я должен вести себя? У меня есть любой вопрос, как делать, пойти за покупками в Шаббат или нет, пойти там, работать в Шаббат или нет, пойти делать то еду или то еду, что управляет моей жизнью? Тора, который есть истина. Сегодня, может быть, я не понимаю и мне это непонятно, но знай, в конце концов, ты почувствуешь, ты поймешь, настолько ты тысячи, миллиард, миллиард шагов вперед и ты выиграешь больше, чем все остальные. парнасу, это все наши решения, дорогие друзья, нашей жизни. Что мы ищем в нашей жизни? большинство людей, миллиардами людей, к сожалению, как идет именно человек? Страсти, зависть, уважение. это те вещи, которые управляют человеком. Многие вещи идет человеком. Почему? Страсть, хочу это, хочу это, хочу это, уважение, это, это. И кино, запись именно другому. Это три вещи, которые увозят человека от мира. но где должен на самом деле мотор? Вот здесь что должен управлять, управлять именно фундаментом и мотором для человека? Истина. Что правда в этом случае? Даже если я не понимаю. Даже если я не понимаю все. Я хочу сейчас сказать пару слов с высшим позволением. Вещь, которую я принял от моих учителей. Вещь, которую я сам вижу моими глазами. вещь, которая в наше поколение нужна усиливаться чрезмерно сильно. Дорогие друзья, в Вильнюске Гоум писал, так как еврейский народ вышел из Египта благодаря вере. Точно так же последнее избавление это будет благодаря вере. когда мы приходим на вопрос истинности решения в жизни определенных вещей, то это будет законов, то это будет вещей, которые происходят вокруг. Разве на вопросы человечества, которые касаются делать определенные решения, это сталкиваемся, кто должен сказать, что правильно в этом случае. кто коврит там? Кому мы обращаемся? Мы еврейский народ, кому мы должны обращаться? Кому? Может, рабин у нас нету, у нас нету пророков, у нас нету кто-то может во дворцовом разговаривать и сказать то истину. Аллаха, ты можешь пойти спросить рабину, он откроет книгу, он тебе расскажет. Но есть вещи, которые, новые вещи, мы не знаем, мы не знаем, как с этим быть. Дорогие друзья, у нас в Торе прошедшовтин и заповедь слушать наших мудрецов. Я писал после такой вещи не отходи от той пути, который они тебе скажут, ни направо и налево. Говорят наши мудрецы, даже если они тебе скажут на той вещи, которая тебе кажется, что это правда и это правый, и они тебе скажут, это левый, не отходи. И даже если, которые тебе кажется, что это левый, они тебе скажут, это правый, ходи по тем путям, которые твои мудрецы, великие, глава поколения, они тебе скажут. И что мы думаем? Это есть обещание, или это тот есть заповедь, которая нам дано только для той поколения, где были Моши Раббину, Юшуа, Бину, и эти великих людей, я еще держу в себе руки Сафрахинух, который перечисливает объяснение всех заповедей, который являлся один из решений, и дает объяснение на самом деле этому заповеди, и говорит нам «Улейня нахьюв алену лишму алидиври хахамену хакадмоним вельгдолейну бихохмата Тора». У нас есть обязательство услышать слова наших мудрецов, предыдущих и великих глава поколения в мудрости в Торе, «вешофтейну шепедорейну» и судей, которые являются в наше поколение. «Но гекет бихохмаком» «Этот заповедь, она актуальна в каждом месте» «У бихол зыман бизхарим у венекевим» «Этот закон актуальна в каждом времени и с женщинами, и с мужчинами». Мы задаемся себе вопрос «Кому? Как?» У нас здесь заповедь слушает наших глава поколений. Следующие люди часто, к сожалению, в последнее время это стало очень большое испытание для нас, для всего народа. Мы думаем, мы можем решать, как определенные вещи, то мне кажется, нам, это же логично, это говорят эти вещи, то говорят, что раввины, они не совсем знают этих вещей. Я не говорю про раввинов, которые там большие бороды, я не могу, знаю, там пару книг прочитать. Я говорю про глава поколений. Я говорю про Равхаим Каневский, Равгешал Надештейн, Равшалом Кохен. Глава поколений, которые управляют еврейским народом, которые стоят во главе еврейского народа, духовной лидии еврейского поколения. У нас здесь обещание Творца, то, что в каждом поколении у нас будут главы поколений, которые покажут нам истинный путь. У нас здесь заповедь послушать их, потому что от них выходит наше доверие, вся наша Тора, и на них позорится все. И дорогие друзья, что мы думаем? Иногда они могут на самом деле, дай Бог, ошибаться или еще такое. Хочу вам прочитать. Мидраш Раба, шмот Раба. Что говорит нам? Иди, говорит Творец, собери старейших. Говорит Творец Моше Рабейн. Это Парашат Шмот. Иди, говорит Творец Моше Рабейн. Иди, говорит Творец Моше Рабейн. Иди, говорит Творец Моше Рабейн. Когда еврейские народы могут стоять или показать то, что мы на ноге, когда у нас есть старейшины. Написано на пасухе, никакой ошибки от их рук. ЛО МНИХШАЛ Человек говорит, я не знаю. Я не врач, я не профессор, я не этот. У нас есть глава поколения, дорогие друзья, которые показывают каждое поколение наш правильный путь, как мы должны пойти по тем путям, которые Тора нас оповедует. Люди, которые всю жизнь отдали Торе, это не человек, который два-три дня изучает Тору. Мы говорим про великих старейшинь, старейшинь, который, дай Бог ему здоровья, Рошешиват Понович, который ему девяносто восемь лет, дорогие друзья. Он кроме Торы, человек, который не знает все время в Торе. Ты задашь себе вопрос, а, откуда он может знать про мире, что происходит? Дорогие друзья, они знают намного больше, чем мы знаем. Поверьте мне. Это показано во всех поколениях. Это мы видели Робода Йосеф, это мы видели Равшах, который я говорю, мы видели, это были последние годы, которые человечество видели, Равхань Каньевский, Равгешан Эдерштейн. Как может Равгешан Эдерштейн, который сидит, Ешиват Понович, узнать, как обращаться с молодежью, который девяносто восемь лет, дорогие друзья. Вы послушайте его советы, как нужно воспитывать детей. Человек как будто знает, он был как будто здесь, и он знает поколение, которые живут в Германии, в Австрии, в Европе, и в Израиле везде. Он как будто осознает, он все как будто видит. Дорогие друзья, Творец дает им невероятно большие святые дешмайи. Это не просто так. Как раз таки, когда мы говорим Папа Рашат Итро, мне кажется, это тот месседж, и тот необходимость, как мы все, весь еврейский народ, должны усиливаться. В последнее время, к сожалению, приходят постоянно вот эти вещи. Кто? Кто мы знаем, что такое истина? Кто это? Откуда знают? Дорогие друзья, это испытание невероятно большое. Это большое именно испытание. Но это все, доверьтесь мне, совет и церары, которые хотят, чтобы мы отошли от истинной пути. Человек съест совет, человек, который говорят, что должны делать главы поколений. Мы идем, мы понимаем, не понимаем, это тот истинный путь, который Творец нам записал на Торе. И не дай Бог, человек идет против них уже, не дай Бог, не дай Бог, не дай Бог, дорогие друзья, но мы должны усиливаться, усиливаться в этом сильно. И Тро приходит и показывает, это истина, я иду за этой истиной. Истина в сегодняшний день, это есть наши показатели, это есть наши главы поколений, которые вожди нашего именно поколения. Они показывают, как изучать Тору, как пойти по правильным пути. И не только это, даже в жизненных вещах, ежедневных вещах, вещи, которые приходят ежедневно, какие-то вопросы, мировые вопросы, я сейчас не перечислю всех этих вещей, все прекрасно понимаем, о чем я надеюсь. У нас есть столько слова главы поколений, неужели посмотреть, это есть тот истина, о которой мы сейчас тут говорим. Даже если мы не понимаем, И Тро говорит, это истина, я иду туда, я иду прилипаться к этому. Это истина то, что нужно соблюдать, это истина то, что пути Творца, я иду именно соблюдать. Да, тяжело, но в конце, в конце будет именно выигрыш. Это есть пути истины, истинности в этом мире. Не то, что сейчас человек именно выиграет, кто в конце, в конце будет. Дай Бог, что мы взяли большой урок, уроки от Итро. И сейчас, может быть, чуть поймем, почему глава, где находится на самом деле Дарование Тора, и в том же главе рассказывает об Итро, уже это и спритив Сатора. Истина. Человек, который ищет истину. Человек, который ищет истину, человек, который ищет истину, идёт и прилипается к этой истине, идёт насквозь его, и в огонь, и в бой, и в море, что бы не было. Что бы не было. Годовно всё даже, для того, чтобы было с истиной.